всем большой привет сегодня мы будем перебирать все мои кисточки и оставлять самые нужные я их только что постирала помыла они даже не успели высохнуть но мне хочется уже на этом этапе наконец-то определиться что оставить а что нет какие кисти самые необходимые их я планирую сложить вот в этот чехол от Sedona Lace ранее мои кисти стояли вот так в двух стаканчиках от этого чехла и сейчас я планирую преобразить его в один для того чтобы защитить их от пыли но и для того чтобы глаза не разбегались и постоянно не было выбора какую же кисточку взять потому что как правило они взаимозаменяемые и в итоге я все равно пользуюсь какими-то любимчиками вот такая кисточка для пудры от Sedona Lace из искусственного ворса я ее не буду оставлять во первых она громоздкая очень во вторых она довольно рыхлая то есть здесь искусственные ворсинки они тонкие их легко в общем как-то сжать в любых направлениях поэтому они не очень хорошо распределяют пудру в сравнении допустим с аналогами из натуральных волос или более набитых каких-то кистей такая кисточка для тональной основы из китайского набора тоже от нее избавлюсь потому что есть аналоги и вообще я давно уже успешно пользуюсь либо бьюти-блендером либо другими видами кистей опять же дофибра из псевдо маковского набора китайский какой-то вариант для тех в общем у кого не очень много кисточек для начинающих очень даже неплохо она мне служила как собственно эти вера и правда несколько лет но сейчас у меня есть вариант получше собственно один из вариантов вот такая потрясающая кисть от Real Techniques 2 fibra с коротким ворсом честно говоря я могу вообще весь макияж сделать ей одну ну кроме разве что макияжа глаз нанести румяной основу и бронзер и хайлайтер она обалденная она очень упругая но при этом не слишком плотная и как-то легко хорошо равномерно все распределяет ворсинки в отличие допустим вот от этой видите они более короткие но из этого она не прогинается то есть вот здесь вот постоянно вот этот вот эффект не знаю качающегося тополя на ветру а здесь все очень упругое то есть на самом деле минимально и достаточно необходимая длина ворса дуа фибра цедона лэйс также мне не нужно потому что от Real Techniques справляется за всех кисть для румяна от Sigma видите бедненькая даже высохнуть не успела и тоже ее дам потому что она мне самого начала не очень нравилась потому что она вот какая-то знаете тоже очень гнущаяся и на самом деле достаточно сложно растушевать румяна потому что для меня она длинновато и у нее как будто очень маленькое основание крепления волосинок поэтому вот ну в общем толком она мне ничего не растушевает кисть для тональной основы от Sedona Lace тоже из набора довольно долго она мне служила верой и правдой она очень плотная она просто неприлично плотная и она очень плотно наносит основа прям ее вбивает не знаю вот на месте и очень сложно ее распределять да вот скорее на и втаптывать прям пятном поэтому тоже кисть от румян от Sedona Lace мне гораздо больше нравится вот такой аналог это у меня от Bella Pierre да это тоже видите для румян но у нее во-первых широкое основание то есть ворсинки крепятся видите достаточно на широкой площади поэтому она ну как-то меньше гнется вот какая-то более обволакивающая более мягкая лучше растушевывает не знаю нравится мне гораздо больше поэтому вот эту кисть оставлю вот эту одна от Revgosh Professional у меня был мини набор опять же кисть для тональной основы тоже не пользуюсь так как у меня в почете Beauty Blender поэтому избавляюсь кисточка от Sephora из искусственного ворса честно сказать очень жесткая одно время в принципе я довольно успешно пользовалась но сейчас понимаю что она как будто проволочная просто не знаю если она попадет в глаз она попадет в глаз то у меня реально потом красные глаза настолько она вот как ершик для унитаза какое-то огромное количество однотипных кистей плоских из синтетического ворса они на самом деле хорошо подходят например для консилера или корректора которыми я не пользуюсь или для кремовых теней потому что зачастую они продаются в баночках с узким горлышком пальцем доставать очень непросто а вот такие упругие кисти делают это хорошо для других целей они чаще всего не подходят потому что они очень жесткие такие и вот очень не знаю какие-то длинные не растушевать что-то ими нереально а для там проработки например складки есть гораздо более удачный вариант поэтому все вот эти кисточки я думаю там кисточка из палетки Naked 2 двусторонняя из синтетического ворса если нечем совсем сделать макияж то она неплохо но когда есть более такие эргономичные аналоги ну мне кажется она не идеальна поэтому рука к ней не тянется и последний раз я пользовалась лет сто назад есть карандаш от m art хороша она из натурального ворса и классно продуманная форма я такую очень редко вижу потому что у нее кончики хорошо и конкретно так соединяются в центре то есть она достаточно острая при довольно широком основании удобно при работе вообще практически ювелирная кисточка оставляю от кам косметика вот такая кисть бочонок но она отлично подходит и для растушевки то есть она не слишком упругой не слишком устро и две кисти мои любимые пожалуй всего набора сигма для растушевки они у меня видите уже капец какие лохматые вот это вообще похоже на немытую блондинку у нее торчат ворсинки просто во все части света она мне кажется уже конечно далеко от идеала первозданного своего вида но у меня не так много растушевочных кистей как правило я их пользую в каждом макияже где есть тени поэтому такие кисти у меня на весь золото вот это сохранилось чуть лучше у нее видите какая-то более выраженная собрана форма поэтому ее естественно оставляю вот кам косметика вот такая вот кисточка для пудры она не слишком объемная что мне нравится и видите сделана форме факела то есть она расширяется к верху примерно до середины и потом начинают сужаться тоже нравится такой вариант потому что если не сильно давить то вы работаете кончиком которые довольно такие миниатюрные да если чуть чуть сильнее то подключается вот это вот широкая часть которая в центре в середине здесь довольно много ворсинок она хорошо набита она пушистая совершенно не колючая оставлю ее с огромным удовольствием две практически одинаковые кисточки от сигма и это март тоже ведь еще у меня не высохли думаю что ставлю это март потому что она из натурального ворса какая-то получше мне кажется набита то есть вот это вот более рыхлая наверное чем от март и собственно я не так часто наношу пудру на все лицо кистями чтобы хранить две кисти поэтому до минимализма кисть от сифора для румян видите такая скошена в принципе она и для пудры неплохо подходит но так как я уже оставила себе раз два три и в принципе вот это тоже вполне можно все остальное нанести то столько дубликатов мне ни к чему нужно наверное будет миниатюрная кисть довольно упругая для бронзера например вот это подходит идеально потому что это от седона ойси опять же из кого-то набора она реально очень упругая у нее не выражены не длинные щетинки да они так собраны маленьким таким бутончиком и она очень очень упругая на очень классно растушевывает даже самый жесткий румяна может растушевать в дымку остались маленькие кисточки значит что я отдаю вот эту кисть не знаю что то ресничка лисы какая-то совершенно крошечная кисть палка у нее здесь буквально три ворсинки собраны в пучок это от седона лэйс так я не поняла ее глубокое предназначение потому что она ну какая-то очень странная как мне кажется если прорисовываться все мелкие детали думаю с этим справится скошенная кисть не хуже смей не пользуюсь вот это от седона лэйси опять же скошенная она довольно пушистая и подойдет для растушевки совершенно крохотулечная кисточка для тех кто любит прорисовывать все по миллиметру это темарт и у нее ворсинки но реально как крошка хлеба они настолько малюсенькие сейчас еще намокли такие плюгальники их вообще не видно я по-моему ни разу это кистью не воспользовалась потому что она для совсем уж такой тщательной прорисовки у меня таких макияжей не бывает поэтому тоже не нужно оставляю кисть полу карандаш полу бочонок напоминает вот этот вот вариант который я дала но он объем не раз в пять наверно и в принципе нужна такая кисточка да это карандашик но вот очень остренький она упругая и хорошо и прорисовывать какие-то нюансы допустим точечно с которыми не справится скошенная кисть потому что скошена как правило оставляет все-таки тонкий длинный след а если нужна . или именно метод вот рисования какого-то очень целенаправленного то вот этой кисть подойдет и у меня еще остается целая коллекция вот таких скошенных кисточек от разных производителей здесь сигма белопьер шоссейда и март и пожалуй их оставлю все потому что одной такой кистью и допустим одной растушевочной в принципе можно прорисовать и брови глаза и нижняя века и подводку тенями сделать и складку какую-то нарисовать в общем все что только возможно уголок для чего только могут понадобиться кисти в целом мне кажется они отвечают этим требованиям общем для меня скошенные кисти самые-самые универсальные их мне кажется много не бывает потому что они все время у меня в разных пигментах и оставлю эти все дальше остается водрузить оставшиеся кисточки в новый стакан как видите очень неудобно надевать стакан сверху потому что они все рассыпаются разваливаются и общем очень легко можно вот так вот посреди ворса вдевать вот эти части да и общем кисти придут не вон из поэтому наверное без чехольчиков никуда у меня есть вот такие вот прозрачные чехольчики и одна сетка длинная которую я сама обрезала в нужных мне частях с этим мне кажется такой вот вариант с сетками он подходит лучше потому что испаряется лишняя влага можно прям также сушить кисти здесь вот в этом вот полиэтиленовом варианте они все-таки больше приют как видите все кисточки пушистые кроме вот этой дофибротрел технис у меня в своих чехлах теперь задача должна проститься такой вариант мне кажется занимает значительно меньше места дома на столе и опять же дает дополнительную защиту от пыли оставшиеся кисточки я с большим удовольствием отдам своей сестре уж она ты найдет что с ними делать так что надеюсь вам это видео понравилось обязательно оставляйте комментарии всем спасибо за внимание всем пока